Эго Тулс В том числе и ножи, очень похожие на знаменитых швейцарцев В данном случае данная модель до некоторой степени копирует знаменитый Victorinox Classic Ну, не совсем копирует, но об этом чуть позднее Поставляется этот многофункциональный нож вот в такой вот интересной коробочке Давайте я его покажу со всех сторон Как видите, полиграфия очень симпатичная И что важно, с одной из сторон мы можем прочесть весьма подробную информацию о самом ноже Здесь указаны как материалы, используемые на клинке, так и материалы, используемые на рукояти ножа Кому интересно, можете остановить воспроизведение и прочитать все необходимые характеристики Что-либо добавить я по этому поводу вряд ли смогу, потому как проверить материал на ножи не в моих силах Ну ладно, коробочка, конечно, интересная, но коробочка вещь довольно бесполезная Давайте откроем коробочку и посмотрим на сам нож Помимо коробочки есть вот такая вот интересная штука Это типа под бархат сделано Но на самом деле гадость редкостная, потому что вот этот типа бархат, он, как это сказать Он крошится и пачкает все вокруг Поэтому лучше бы они этого не делали Просто положили бы в коробку Ладно, в сторону Вот такой вот симпатичный ножик внутри Ну, как видите, на накладке есть логотип Все честно, это эго Это не подделка под Victorinox Да и вообще, если честно, это не совсем Victorinox Classic Хотя какая-то доля схожести действительно присутствует Такие симпатичные ярко-желтые накладки Давайте пройдемся по основным характеристикам этого ножа Итак, вес ножа 30 грамм Его габариты В длину он составляет 6,5 сантиметров В ширину 1,6 сантиметра То есть 16 миллиметров Ну, а в толщину он составляет 12 миллиметров Чтобы, как это сказать Чтобы показать его реальные размеры И заодно, чтобы сравнить с оригиналом Ну, скажем так, условным оригиналом Я рядом положу нож от компании Victorinox Правда, это не совсем классик Это сигнатур Да, но тем не менее Габариты и размеры те же Единственный момент Только немножко он пошире За счет накладки Потому что в одной из накладок здесь прячется ручка Будем это учитывать Но, тем не менее Я думаю, сравнение будет показательным Как видите Китай значительно крупнее Причем он крупнее по всем измерениям Он и длиннее Он и толще При том, что на оригинале Одна из накладок специально утолщена Чтобы поместить туда ручку Тем не менее Китай все равно толще Китай, кстати говоря И тяжелее Правда, не намного И даже Вот в этом измерении Китай все равно явно больше Да? Вот давайте Со всех сторон покажу Вроде и похож Но вроде Совсем другой нож Да? Ну, в принципе Это хорошо Что они не стали Полностью копировать Швейцарца Итак Как и в оригинальном Victorinox Classic Так и в AgaTools Этой модели Присутствует где-то примерно 7 инструментов Инструменты Одинаковые Хотя Есть моменты Которые их различают А количество элементов 7 Хотя тут опять-таки Как считать? Ну давайте Все эти инструменты Рассмотрим По отдельности Итак Первый инструмент В любом швейцарском ноже Это естественно Сам нож Так Не то открыл Нож Вот такой вот Нож Присутствует На его Китайском Собрате Да? Тут мы Не знаю Будет ли видно Есть маркировочка С указанием Стали Используемой На клинке Да? Не знаю Насколько эта маркировка Соответствует Действительности Но маркировка Присутствует По размерам Ножа Что можно сказать? Габариты Ножа Следующие Длина Режущей кромки Составляет 3,8 Сантиметра А Толщина Чуть Меньше Одного Миллиметра Давайте Посмотрим Сравнение С Викториноксом Вот Два Ножа Как видите Китайц Немножко Побольше Но и Геометрия Клинка Чуть-чуть Другая По поводу Заточки Что можно сказать? Изначально Из коробки Нож был Абсолютно Тупой Сейчас Я сделаю Небольшую Врезочку Чтобы показать Этот факт Проверим Заточку Ножа Из коробки Чтобы было видно Ай-яй-яй-яй Рвет Ха Ой Ну опять-таки Подрывает Довольно сильно Ладно Может быть Волокна Неправильно пошли Попробуем Тут Да И вроде бы Режет Но все-таки Больше рвет Но Потом я Нож немного Заточил Подточил На керамике Ой Камера И теперь Он режет Ой Секунду Очень неудобно Это делать На камеру Так Вероятно Я Вероятно Я нож Уже Затупил Ну да Скорее всего Так и есть Режет Не очень хорошо Согласен Но все-таки Режет И для такого Ножика Это вполне Достаточно Второй Как по мне По важности Инструмент На этом ноже Это Ножницы А может быть Первой По важности Ножницы У нас Достаются Тяжело Потому что На китайце На этом китайце Очень такая Упругая Пружина Стоит Причем На всех Инструментах Ножницы Здесь Очень Специфические Они Не похожи На те Что стоят У викторинокса Причем Обратите С этой стороны Как они Устроены Очень интересно Да Вот как Они работают Кто не помнит Или кто не знает На Виксах Ножницы Устроены Все таки По другому Сейчас я покажу Вот такие Ножницы Стоят В том числе И на Классике Да Ну как видите У китайца Ножницы Довольно Крупные Я бы сказал Даже По сравнению С Викториноксовскими Но Крупные Но специфические Режут Вполне Себе Хорошо Причем Даже Из коробки Они Резали Неплохо Проблем Нет Можно Резать До бесконечности Единственная Проблема Была В том Что Из коробки Ножницы Были В нерабочем Состоянии Сейчас Я сделал Небольшую Врезочку И вы увидите Что из себя Представляли Эти ножницы Смотрим Что собой Представляют Ножницы Из коробки Открываем Ножницы Сделать Это Довольно Сложно Потому Что пружина Тугая Смотрим Что мы видим Мы видим Что пружина Существует Отдельно От ножниц Пытаемся Воспользоваться Ножницами И Опа Не получилось Почему Не получилось Немножко Убираем Пружину В сторону И смотрим Извиняюсь Смотрим Зацените Размер Люфта Ножницы Ножницы Просто Бешено Лифтят Естественно Что с таким Люфтом Пружина Работать Не может Вероятно Необходимо Заклепать Ножницы И возможно Тогда пружина Встанет На место Посмотрим Проблема С ножницами Как видите Была Довольно Серьезной Но Эту Проблему С ножницами Я Довольно Быстро Решил С помощью Пары Точных Ударов Молотком Вот так Вот Но Будьте готовы Что Вероятно Вам Придется Немножко Поработать Над Этими Ножницами Чтобы Сделать Их Рабочими Бывает И такое Закрываем Открываются И закрываются Ножницы С усилием Потому Что Пружина Повторю Здесь Очень Мощная И В связи С этим Возникает Некоторая Опасность Того Что Вы Порежетесь Ибо Края Довольно Острые Да Смотрите Как Открывается Опа Конечно Это Не очень Хорошая Идея Ну Да Ладно Следующий Инструмент Это Пилочка Для Ногтей Опять Ни Туда Достаю Пилочка Для Ногтей Вот Она Пилочка Вполне Рабочая В отличие От Многих Китайских Подделок Единственный момент Она Пропечатана Криво Да Я думаю Заметно Немножко Криво Она Пропечатана Она Не такая Не такая Цепучая Как на Оригинале Но Тем не менее Она работает И работает Неплохо Здесь Есть Такой Инструмент Как Ну Позиционируется Это Обычно Как Инструмент Для Очистки Ногтей Да Типа Такого Да Единственная Проблема Этот Инструмент Очень Толстый Сейчас Покажу Какой Он В Оригинале Да Вот смотрите Какой Он На Китайце И Какой Он На Оригинале На Китайце Этот Инструмент Очень Толстый И Использовать Его По Назначению Весьма Затруднительно Вследствие Избыточной Толщины Но В Принципе Можно Найти Ему Применение Кроме Этого В Плашки Ножа Встроены Два Дополнительных Инструмента Это Пинцет И Зубочистка Проще Всего Мне Достать Пинцет Ой Извиняюсь Зубочистку Как раз А вот Чтобы Достать Пинцет Приходится Использовать Зубочистку Потому Что Подцепиться К нему Практически Невозможно Если На Швейцарце Все Достается Очень Легко И Просто Без Каких Либо Усилий То На Китайце Такого Не Получается И Пинцет И Зубочистка Они Сидят Так Что Достать Их Ногтем Очень И Очень Трудно И Это Большой Минус Кроме Этого Минусом Также Является Качество Изготовления Честно Говоря Фокус Честно Говоря Пинцет Кривой До Безобразия Реально Очень И Очень Кривой И Мало Того Смотрите Он Еще И Тупой Ну Давайте Вот Сравним С Настоящим Швейцарцем Вот Такая Вот Такой Пинцет На Швейцарце Как Видите Качество Изготовления Очень Сильно Отличается Да И смотрите Специально Заточен Швейцарец Для Удобства Работы Им К К К К К Сожалению Но ничего особого в этой зубочистке нет, если честно. Обычный пластик. Тоже не самый качественный по изготовлению, но, тем не менее, для зубочистки сойдёт. Опять-таки, всё садится так, что достать это сложно. И ещё один инструмент. Ну, как сказать, инструмент. В принципе, он числится в функциях. Хотя, трудно это назвать дополнительным инструментом. Это вот такое вот колечко. С помощью этого колечка нож можно поместить, например, как брелок на ключах. В принципе, для этого оно и требуется. Ну, вот и всё. Других инструментов и возможностей у этого маленького многофункционального ножа нет. Подводя итоги, можно сказать, что китайский вариант швейцарца от Ego Tools получился довольно добротным, но всё-таки по своему качеству он явно уступает оригиналу швейцарцу. Опять-таки, это если сравнивать со швейцарцем. А вот если сравнивать с другими китайцами, то Ego Tools тут, конечно, впереди всех остальных своих конкурентов. Самое главное достоинство, как и у всех китайских товаров, это цена. Мне данный нож обошёлся в 5 долларов. Ну, примерно, плюс-минус 5 долларов. Сами понимаете, швейцарец, он всё-таки подороже. Хотя, не так уж и сильно дороже, если честно. Поэтому выбор за вами. А, ещё важное достоинство. Ego Tools, он всё-таки доступнее. Этот экземпляр я приобрёл в обычном оффлайновом магазине в своём городе. А вот швейцарца найти, это надо постараться. Тем не менее, выбор за вами. На этом всё, что я хотел, я сказал. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok